Книга открытым оком. Тема ереси секты. Вопрос 754. Действительно ли крещение у богистов? Каковы признаки истинного крещения? Отвечает Игнат Тихонович Латкин. Истинное крещение предполагает три условия. Вера крещаемого, наличие воды для полного троекратного погружения и руки священника, законно рукоположенного. Первое условие у баптистов есть, второе – неполное, всего лишь разовое погружение и даже во врядовом плане совершается неверно. Апостол Павел говорит, Римлянам, 6 глава, 3 стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Христова смерть была необычная. Он умер, вися на кресте в вертикальном положении. Поэтому православные так и крестят. Человек вертикально отпускается в воду по образу смерти Христа. Все сектанты, в том числе и баптисты, крестят человека, прокидывая его на спину. То есть крестят или в образ кого-то, смертного человека, умирающего на постели, или в образ положения Христа во гроб, на спину, горизонтально. Здесь и доказывать нечего. Явное нарушение. Но хотя бы им ты и доказал, но от своего заблуждения они никогда не откажутся. Они такие же упрямые и непокоривые, как и мы. И самое опасное, то, что баптисты, как и все секты, являются самозванцами, самоизмышленными, возникшими по хитрому искусству обольщения по дьявольской гордыне. Крестить должен только рукоположный священник. Но ни один из епископов от католиков или православных не переходил к ним никогда с самого их возникновения. А это почти четыре столетия. В нашей книге «К истинному православию» в главе о священстве это раскрыто подробно. Поэтому их крещение не действительно. И переходящих из баптистов мы перекрещиваем.